Моя любовь Мы будем любить друг друга всю жизнь, что я буду приезжать, что в разлуке будем писать письма. А через пять лет, окончив институт, я вернусь в наше село, и мы будем вместе. Повторяю, мне было тогда восемнадцать лет, и все то, что мы друг другу обещали, казалось мне нашим будущим. Начиная со школьного возраста, я постоянно был в кого-нибудь влюблен. Когда из шестого класса уехала вдруг моя соседка по партии, я впал в задумчивость и остался в шестом классе на второй год. Потом я последовательно был влюблен в преподавательницу истории, пионер-вожатую и в двух своих одноклассниц. По-настоящему я влюбился тотчас же, как пришло время. Это была Вера. Та самая девушка, которая, не спросившись дома, ночью ушла на станцию провожать меня. Ей оставалось учиться в школе еще год. Она собиралась стать учительницей и через пять лет непременно работать в своей школе. О том, что мы друг друга любим, мы говорили тогда в первый раз и говорили потому, что мы расставались. Пришел поезд. Мы поцеловались, и Вера заплакала, уткнувшись головой в мое плечо и всхлипывая совсем, как моя десятилетняя сестренка. Я взял ее за плечи, поднял голову и долго смотрел ей в лицо. Прямые светлые волосы, нос чуть большой и весь в веснушках, мокрые серые глаза, жалкая улыбка. Я не знал тогда, красива ли она. Поезд тронулся. Я поцеловал Веру еще раз, вскочил в тамбур, вошел в вагон, сел лицом к окну и просидел так всю ночь. «Ты не забудешь меня?» – вспоминались мне ее слова и лицо. Она повторила это несколько раз. И трудно было понять, кого она убеждала в том, что я ее не забуду, себя или меня. Разве можно забыть? – думал я в отчаянии. И забыл. Забыл легко и быстро. Я попал в компанию веселую, шумную, безалаберную. И институт мне показался большим скоплением бойких молодых людей и легкомысленных девушек. У меня закружилась голова. И уже через две недели было назначено свидание с некой Лидой. Лида в самом деле оказалась такой легкомысленной, что в нее трудно было как следует влюбиться. Через месяц мы разошлись в разные стороны, шутя и посмеиваясь. Потом была Эля. Потом ее подруга Катя. Я изменился. Завел себе усы шнурочки, выучился танцевать и, выбиваясь из своих студенческих возможностей, волочился за модой. Одним словом, внешне я сделал то, что называется стиляга. Вообще-то я уверен, что стиляг никаких нет. Есть модники, шалопаи, жулики, нахалы. Есть мальчики, которым не втерпешь быть взрослыми и быть мужчинами. А стиляг? Их нет. Отрицание авторитетов, желание пожить в свое удовольствие, перепродажа модных вещей – все это, конечно, не оригинально, не ново и сводится, в конце концов, к мелкому хулиганству. А все эти ценители, коллекционеры плохой острадной музыки разных, Бобы Бондаренко, Джоны Сапожниковы – это же только смешно и пошло. Впрочем, многие из поклонников гнусного саксофона в восторге от этой музыки и не признают никакой другой только потому, что спекулируют ею по воскресеньям на толкучках. Конечно, я далек бы от увлечения напоминать с собой лавелас, но меня все это тогда забавляло. А главное – это нравилось девушкам, которым хотел нравиться я. Шутя и посмеиваясь, я знакомился и забывал свои знакомства четыре года. Бывало, сижу где-нибудь в саду, жду девушку и скучаю. И мне нравилось, что я скучаю, что я могу встать и уйти, не дождавшись этой девушки. И завтра назначить здесь же свидание кому-нибудь другому. Мне нравилось интриговать, водить за нос, пускаться в рискованные приключения и выходить из воды сухим и со свободным сердцем. Кончилась моя учеба в институте. Товарищи мои почти все переженились и стали уже мне не товарищи. Я по-прежнему балансировал между флиртом и низкопробным романом и был доволен собой. И вдруг мне стало грустно и беспокойно. Я сделался задумчив, все чаще уклонялся от выпивок и стал уединяться. Как-то я вспомнил веру, но вспомнил с грустной усмешкой. Как что-то трогательное, смешное, безвозвратное. Скука взялась за меня основательно, и я решил жениться. Я бросил свою лавеласскую жизнь и повадки и стал ухаживать за Лизой. Строгой, умной, милой девушкой, с которой познакомился в театре. Лиза была красива. Я привык к ней. И иногда мне казалось, что я люблю ее. Но я чувствовал, что в то же самое время я готов к чему-нибудь новому. Через полгода у нас было все решено. Я кончу институт, и мы поженимся. Лиза кончала музыкальное училище, но со мной собиралась ехать куда угодно. И вот я получил диплом агронома и назначение, разумеется, в село. Направление оказалось именно в то село, откуда я уехал пять лет назад. Лиза еще сдавала экзамены. И устраиваться я поехал один. Ночью в вагоне мне не спалось. За окном набегали и исчезали огни станций, и мелькали встречные поезда. Я сел у окна и раздумался. На вокзале меня провожала Лиза. Но мне не было грустно от того, что мы расстаемся. Я не люблю ее, подумал я. Потом я вспоминал своих прежних знакомых. И странное дело, ни одну из них я не мог вспомнить как следует. Я не мог ясно представить ни одного лица, ни одного значительного слова, ни одного пустяка. И я понял, что молодость моя проходит мимо счастья, мимо тех радостей и печалей, которые дает человеку одна любовь. Как известно, подумал я, для души и сердца прошли эти пять лет. И я вдруг ясно вспомнил свой отъезд в город. Маленькую станцию. Веру. И ее милое заплаканное лицо. Как было хорошо. И как все это сейчас далеко от меня. Где теперь Вера? Где она? Если бы люди выполняли все свои обещания и клятвы, то она должна сейчас ждать меня в том селе. Я усмехнулся и, опустив голову на руки, стал засыпать. Был звонкий майский полдень. Я спустился с насыпи и пошел к селу маленькой черной тропинкой. Кругом было столько света, воздуха и зелени. Было так хорошо, что хотелось упасть в высокую пахучую траву и пролежать в ней как можно дольше, ни о чем не думая, ничего не вспоминая. Я прошел половину длинной улицы села. Никто мне не попадался. И только у другого конца улицы двери нового двухэтажного дома вдруг распахнулись. И оттуда вырвался целый ручей белоголовых ребятишек. Я остановился и смотрел на них. Пока они не выбежали из школы, все и их радостный голодеж не удалился по обе стороны улицы. Потом из школы вышла девушка. Легко сбежала по белым ступенькам и быстро пошла в мою сторону. Неожиданность, растерянность, радость. Все, что я испытал в эту минуту, можно только испытать и совсем невозможно представить. Это была Вера. Она остановилась передо мной, долго на меня смотрела и, проговорив, «Ты не забыл меня», бросилась ко мне на грудь. Вот и все. Потом мы бродили за селом по лугу, пили шампанское в ее квартире и, когда она была на уроках, я с нетерпением ждал ее в шумной учительской. Я смотрел на нее, слушал ее голос, и мне казалось нелепым и диким то, что я мог ее забыть. Я понял, что я не смог полюбить ни Лизу, ни всех остальных, которые будто причудились мне в плохом сне, только потому, что все они не похожи на веру и потому, что любил я всегда только ее одну. Я не оспариваю ни опыта, ни мудрости, ни правоты тех, кто утверждает, что любовь к одному человеку не может быть беспрерывной и беспредельной. Но я твердо убежден, что моей единственной любви хватит на всю мою жизнь. Мне стыдно. Я так виноват перед верой, перед своей любовью. Но вере я ничего не рассказываю. Я боюсь оскорбить нашу любовь, и я прощаю себе эту трусость. Моя любовь искупает мою вину. Я едва смог поехать в город, чтобы объясниться с Лизой, которая уже собиралась ко мне приехать. Входя в ее дом, я услышал фортепиано. Лиза играла Шопена. Я вошел в комнату. Она сидела ко мне спиной и не заметила моего прихода. Я тихо уселся у двери и стал слушать. Раньше я не любил Шопена. Его музыку считал слишком сложной и сентиментальной. Но теперь я был заворожен. И тут, слушая Лизу, я думал о вере и о своей любви. И мне казалось, что это тонкое, глубокое чувство, которым жила и входила в душу музыка, мое чувство. И мне захотелось вдруг видеть веру и говорить ей что-нибудь красивое и нежное. Лиза кончила. Мы поздоровались и я объяснился. В тот же день я уехал. Лиза любила меня. И я оставил ее в ужасном состоянии. Не знаю, прав ли я. Знаю только, что я счастлив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!